так друзья я как бы за кадром разобрался со своими предметами вот нашел кстати купил еще вот такую отмычку меня такой не было они чем-то отличаются даже кстати в общем я не тороплюсь играю в свое удовольствие даже не играю и прохожу играю в общем я хотел сказать пашка не соображает ночью совсем а вот это . короче мне наш я хочу взять в команду маркуса а чтобы взять маркуса мне нужно повысить эту харизму как она называется привлекательность пока что я не могу взять а чтобы повысить привлекательность мне еще нужно поднять пару уровней чтобы дойти до перка вот а чтобы поднять уровнем не нужны очки опыта очки опыта где взять самым несложным путем патронов то много у меня правильно да поэтому я поеду по пустоши постреляю ладно сейчас сравним вот эти отмычки какая-то из них лучше вот давай вот эту прочитаем электронная отмычка модель карманный микро манипулятор от ватт электроникс предназначен для открывания электронных замков и нейтрализации средств безопасности 2 фунта а вот это второе поколение ага вот это типа лучше все включает обновленное программное обеспечение прошел в любом случае пусть лежит здесь патроны у гаусс я уже понемножку тратить начал он нужен в тех случаях эти вот что я сделаю я кстати в машине у меня сколько гаусса в общем я сейчас пойду на пустошь и постреляю по сильным противникам специально нарус на когтей смерти там у гаусса мне хватает прошел ты поработал машина сколько у нас зарядки 69 берем гаусс проверяем заряжен 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 поехали постреляем немножко а по ходу парус уже кстати вот на этот авампост я еще не заходи авампост рейнджеров привет друзья мы освободили сегодня с десяток рабов отлично чего у нас тут имеется в шкафчиках хорошо план пусть нет патроны сразу да подожди не так ладно пусть лежит если что потом продам барахло закроем чтобы помнить что то есть когда ящик открыт значит я взял когда закрыт значит там как бы для меня напоминание что-то есть вот так неплохо чё колодец смотри активны просто видите колодец и все ладно но к саде не мешайся поехали постреляем немножко по-хорошему это не на машине надо делать а о ну армия летунов вот то что мне и нужно самый раз сейчас где-то три тысячи очков точно поднимет я думаю чё с ними церемониться я гаус взял ох вот эти гадкие ладно как раз это для отдыха здесь думать не надо пока буду зарабатывать очки опыта немножко порассуждаю чем так друзья я поставил фаллаут невада начал прохождение вот смотрите на моем канале на ютюбе и вот сейчас я можно сказать с комфортом отдыхаю фаллауте 2 почему потому что невада очень сложная игра она классная интересная но очень очень сложная патронов шиш достанешь деньги патроны аптечки медикаменты все это ну просто нереально нереально с напарниками а так и не разобрался вроде там можно кого-то брать в напарнике но сколько я пытался играть неваду и ни разу не прошел ни разу полностью раз десять я пробовал ее играть и всегда до половины ты хотел примерно может чуть больше половины примерно вот и когда-то надо же пройти неваду а поэтому вот сейчас я зашел во второй фаллаут и в нем я отдыхаю чувствую себя как с комфортом понимаете машина полно друзей денег 200 тысяч у меня сейчас подчете 200 и то это немного пища началось вышел этот патч позавчера вышел новый патч на фаллаут лондон я чё думаю поставить что ли лондон себе ой а install а лондон как ставится там целая история нужно ставить fallout 4 который я благополучно не так давно снес что мне fallout 4 вообще не нравится на fallout 4 ставится fallout лондон он весит 35 гигабайт ну дел не весь это не проблема потом вешается русификатор это не голосовой а текстовый и он кривой все равно потом вешается патч все это криво когда я читал на торрентах на всяких сайтах там все люди жалуются ай блин то вылетает все вылетает а сегодня фейсбуке мне один друг такой игрок маститый написал что ход этот лондон поставил у него все время вылетает не знаю патч ставила не ставил в общем понятно что fallout лондон это мод это самодел а как с самоделами как правило и бывает они криво работают увидите как хорошо шарахнул я дождусь когда на fallout лондон появится русификатор голосовой когда-то он должен появиться может месяц-два еще подождать ничего страшного я думаю как раз к празднику к новому году появится тогда попробую а вот невада хотя это как бы тоже считается самодел практически один человек делал почти невада работает очень очень стабильно без вылетов без всяких ошибок без багов я неваду ставил еще много лет назад когда он только появилась еще какую-то сырую демо версия он тогда вылетал но меня это не остановило я все равно играл сколько мог просто там до одной зоны проходил и на этой зоне ну вылетает игра и ничего не поделаешь потом уже прошли годы когда автор стабилизировал него я уже стал нормально играть сейчас она вообще идеально я вам скажу больше что невада работает стабильнее чем первый второй fallout серьезно вот между прочим первый fallout у меня в подвисшем состоянии здесь нибудь любит я живу до конца весь не прошел но на запись там немножко осталось вот можете посмотреть зайдите в мои плейлисты для прохождения первого fallout я весь прошел осталось только уже вынести морепозу и смотрителя но этот храм и и морепозу руки не доходит так вот первый fallout он все равно он боговый в нем столько ошибок вот этот вот fallout как и сейчас я играю restoration project он очень хорошо исправлены в принципе я пока что никаких крик кривизны не никакой не вижу не чувствую вот инди разработки чем конечно хороши независимые и коммерческие них появляются всегда свежие интересные идеи они не подвержены там цензуре или конъюнктуре и всяким таким вещам но как правило не всегда но зачастую в индии много вот этих вот технических ошибок а коммерческие игры они хорошо как бы все сделаны но они страдают ну какой-то плоскостью что ли хотя как сказать вот skyrim хотя там тоже полно своих ошибок и багов ну как он как по маслу идет видите только жаль гаус тратить ну когда-то его надо тратить я гауссом стреляю хотел сказать skyrim не знаю конечно у этой игры очень много поклонников она культовая именно культовая но в то же время есть и много skyrim и недоброжелатель которые смеются издеваются не знаю я считаю что skyrim классный проект отличный проект то сбалансировано все ну может не идеально но в большей степени все здорово сделано тем более сколько выходили вот эти версии всякие universal edition и там сколько этих эдишенов о уровень хорошо и перк не вышел не перк нужен так до следующего сколько 194 210 ёбк твой еще 16 тысяч очков нам надо ну хорошо будем бродить а чё гаусса я не так уж много потратил а чё его беречь в удовольствие надо играть давай короткими тебе будем чтобы напороться как по давать кто пришельцы очень хорошо кстати они посмотрел даже траванули скорее всего точнее это облучение вообще обычно вот этим я занимаюсь перед анклавом когда уже все наберешь у тебя полная команда напарников много опыта много оружия бога ну лекарств патронов все 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 и перед тем как ехать в анклав чтоб еще побольше набрать очков опыта я вот так всегда гуляю и они все очень хорошо дают вот эти ванаминго чужие когти смерти кентавры летуны с которыми недавно встретился здорово но надо с умом надо с комфортом надо ведь как раз и все гауссом а сколько я ему 105 критический кого сулик они шарахнули а когда еще маркус в команде это вообще лазеркой только маркусу не на пулемет давать он обязательно начинает попадать по своим и это страшно и огнемет ни в коем случае не надо вот и все вот так как видите как хорошо это запросто мне лазерку я прокачаю обязательно вот в первом фолауте честно скажу первый фолаут он немножко под другой там не наберешь столько очков опыта как здесь там ограничено то есть очки опыта набираются только из-за квестов и убийств противников там как бы ограничено вот и все квесты выполнил вот поэтому я сейчас и застрял в первом фолауте что мне надо идти выносить марипозу а я еще одну считаю что до марипоза не такой уж сильно патроны не проблема полно вот а здесь вот в этом втором фолауте благодаря вот этим случайным встречам в пустоши можно набирать набирать до бесконечности как и деньги можно брать до бесконечности выигрывая в азарт и так и очки опыта набирать благодаря вот этим сильным противникам гуляй не хочу ну что ж такое чуть-чуть осталось да и надо чтобы у напарников уровни росли у них к сожалению ограничен уровни сколько нам дали 2 200 ну так себе сколько их надо посчитать раз два три четыре две двести значит 500 с чем-то да каждый ну ладно не важно запутался бокс ну давай 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 ну блин бензин только трачу вот это обидно надо гулять так вот че сделал я машину оставлю гека ну давай огненные тоже они неплохо дают но осторожно они на них будем гаусс тратить нет давай гаусс побережем на этих и снайперки хватит вот так отходим на себя на себя отвлекаем внимание они сейчас огнем начнут они может быть не очень много дают очков опыта ну так нормально но они опасны потому что даже несмотря на то что в броне все друзья не могут насмерть поджечь вот что они сейчас и будут делать поэтому если вот началось чёрт ой 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 хуё так у сулика на себя отвлекаем у сулика стимпаки есть стимулятор так давай меня меня жди да вот собака вот это вот чем хорош сулик он дает их отталкивает всех особенно это хорошо с когтями смерти ах ты гад ах чёрт да ах плюта они так всех почти этого тоже на себя надо отвлечь или наоборот к ним лучше близко подходить да чёрт 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 а зараза ох шарах ни чё да что ж тебя блин чё б твою мать блядь так один остался этот готов уже нет ох сулик каратэ два раз два хорошо блин а между прочим насколько я помню вот этих огненных гека обобрать нельзя по-моему ну в смысле шкуры с них снять сейчас проверим или можно а ты смотри по-моему во втором фоллауте в классе не было такого я не помню да 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 шкурок не было не было не было это новый спрайт это в ресторейшн добавили наверное их шкурки стоят дорого еще дороже чем золотые гека я так думаю ну потому что они из всех гек гекку они самые сильные гекконы эти огненные да здесь цену то он нам не пишет как в скайриме например или в фоллаут нью вегасе так лечиться будем а где еще мои медицинские аптечки давай давай сулика подлечим он бедный чё не получается тоже мне давай чё их беречь у этих аптечек у нас до хера ну это немножко но все что тут вы слишком устали ой блин а доктор доктор кончился да ну себя подлечим у вас не получается ну последний раз зато первая помощь у меня уже 91 ну правильно потому что книжек начитался ну давай не получается да что тебя ну не хочет ладно сулик сколько у него ранен тяжело ранен ладно я надо чтобы блин почему у меня здесь столько вес это же кстати облучен я нет странно мы же с вономинго увиделись когда вономинго кусают обычно облученным вот так вот сделаем вай надо было автоматом очередь хоть эти патроны надо тратить их так много уже ты стимулятор давай стулька подлечим вы применяете стимулятор на субик дальше что тяжело ранен надо же ну давай еще ну-ка ранен до сих пор нет listen о без повреждения а теперь себя чуть-чуть все остальное сам выздоров тогда ладно давай еще чуть полной этих стимуляторов хорошо 登録 ну вот это устаешь это 10 раз перед заряжай все доставать Машина, сколько у нас? Ой-ой-ой! Вот что, машину мы оставим в этом Сан-Франциско и пойдем пешком погуляем. Заодно сейчас прикупим товаров. На всякий случай, на всякий случай сохраняемся. Так что ли? Пусть так. Знаешь что, шкурки я вот сюда пока сложу. Пусть и здесь полежат, потом их... Вуй сколько у меня всего, блин. Один берем докторский. Один такой берем. Все хорошо. Ладно, пусть шкурки пока при мне будут. Может в этот зайдем. Восемь фунтов. Один весит. Ох-оу! Сразу у доктора покупаем. Покупаем. Сан-Франциско все квесты на самый последний момент оставляю. Сколько у меня денег? Тут не пока. Но двести тысяч у меня на самом деле. Два четыре восемь шесть. Очень хорошо. Молодец доктор. Жадный. Жадный. Да не знаю до какой степени. Видите какой я жадный. Ох и жадный. Ох и жадный я. Ну двести тысяч. Ну чего мне эти две с половиной тысячи несчастные? Нет. Вот жадность. Ты смотри, я же тебя напоил. Вот дает. Хорош. Какой-то доктор не берет его алкоголь. На тебе еще пьем. Пей. На здоровье. Давай пьяней, доктор. Вот это я понимаю. Кража плюс 10 очков опыта. Вот понемножку очки опыта тоже от краш растут. Да. Я не поклонник красть. Ну просто деньги нужны только поэтому. За этим столом ничего интересного нет уже. Гаусс. Гаусс. Давай Гаусс. Я тебя очень прошу. Гаусс. Ох, ой, молодец. Отлично. Вот эти не надо покупать. И так дохера их. И топливо. 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 Пожалуйста. О. Берем. Берем. Вот здесь деньги уже не вернуть. Даже вот так мы делаем. Кстати, этот пистолет... Есть смысл дать этому Кэссиди. Он из него очень хорошо стреляет. Из гаусского пистолета. Но... Сейчас подумаем. 18. 1. 6. 0. Да. Вот 200 тысяч. Сейчас эти деньги разлетятся. Это не так уж и много. Это кажется. Нормально себя чувствуешь, когда 1500-800 вот так на кармане имеешь. Ну серьезно. Полмиллиона как минимум. Тогда себя комфортно. Ну чё? Чё с гауссом будем делать? Пистолет дадим Кэссиди? У него уже вес там серьезный. Сейчас подумаем. Лера. Знаете чё? Ну-ка, сколько у меня гаусс? Надо сбросить немножко. Да, вот здесь. И в багажнике еще сколько-то гаусса. Гаусс надо экономить. Так, сколько? 6. Давай вот я. 3. Стоп. Вот так вот. Пусть будет. Ага. Ого. Сколько. Вот так. Нормально. Да, пусть пока пистолет здесь полежит. До лучших времен. Я им не пользоваться не буду. Вот это вот не надо тоже. Вес только. Сулика надо было этим порошком лечить, а не этим. Господи. А не стимулятором. Куда-то эти мешки с порошками надо же девать. Вот тоже здесь. Этот стол нам не нужен, а вот этот нужен. Топливо, топливо. Гаусс у него не бывает, но топливо бывает. Обязательно. О, очень хорошо. Отлично. Во. Ого. Ого. Прекрасно. Вот, вот, уже сейчас, сейчас я себя чувствую хорошо. Потому что уже жирно, щедро, много всего у меня есть. Наркотиков. Ну, стимуляторов. Сколько вот у меня стимуляторов? Просто хохмы ради. 330. Ёго-то вообще. 35 тысяч, да? Ну, всё. Вот, деньги разлетаются. 35. 4, 1, 8. 4, 1, 8. Вот. Вот поэтому второй Fallout, он идеальная игра. Идеальная. Суперкомфорт. Нет комфортнее игры, чем второй Fallout. Серьёзно я вам говорю. На всякий случай посмотрим. Может быть, всё-таки есть что-то. Нет, здесь ничего нам не нужно. Это точно. Да, здесь у него броня. Только, да-да-да. А, кстати. Вот, что я вспомнил. Надо же заехать в город-убежище. Может быть, антиджет уже готов? Это было бы здорово. Не-не, порядок нужен. Порядок. Сейчас. Блин. Точно. Сейчас поедем в город-убежище съездим. Ладно. И сюда. И здесь патроны, и там патроны. Их надо в одно место всё сложить. Блин. У меня и в багажнике такие. И в том ящике, и в этом. И у Кэссиди, по-моему, прилично. Ладно. Топливо хотя бы в одно место сложим. Ладно. Потом всё отсортируем. Хотя лучше всё сразу делать. Потом суп с котом подкладывать. Но потом всё у меня так не до конца. Да все, все. А, машину-то надо зарядить. Ладно. Из багажника возьмем. Тем более багажник уже переполненный. Три тысячи. Ну, вот когда и там полторы тысячи. То есть уже где-то пять тысяч у меня таких патронов есть. Вот теперь я себя хорошо... Вот теперь уже, в принципе, можно брать базар. Но его сперва прокачать надо тяжёлого оружия. Кстати, где базар? Бозар. Ну, я базар называю. Надо проверить. Бозар у нас... Здесь, кажется. Вот почему скролл не работает на другие эти? Только у себя работает скролл. Промотка. 500. Ладно. Там 200 с чем-то. Вот базар, да. И здесь 2000. Знаешь, что? Ладно, пусть лежат. Хорошо. Угу. Полторы. Машину, кстати, надо бы подзарядить. Знаешь, что? Нет, не надо. Ладно, с собой всё. Всё, хватит суетиться. Да, надо съездить в город-убежище. Угу. Угу. Надо съездить в город-убежище. Не, сейчас ещё немножко постреляем. Потом в город-убежище поедем. И узнать, готов ли антиджет. Да, пошли постреляем. Очков опыта. Ой, как медленно. О, это в час по чайной ложке. Ну, нет. Это кто? Огненный. Хорошо. Огненный, так огненный. На себя всё внимание переключаем. Сулик, только не рвись в бой, прошу тебя. Огненный. 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 Подходим. Ну, началось. Сейчас они все на сулика полезут. Вот, не забыть. Его обязательно сейчас покалечат. Сто процентов. Надо не забыть. Его полечить этими... Порошком, мешком. Племенным. О, вот, я же говорил. Бля, лишь бы не погиб. Они щедро жгут, очень. Кстати, им стимпаков надо добавить каждому. Вот, блин, один недостаток. Если бы антиджет в этой игре работал бы, как в старом, бесконечно. Я бы джетом только так бы задвигался бы, чтобы очки действия в бою себе на время прибавлять. А здесь этот номер не пройдёт. То есть я могу сейчас джетом задвигаться, но я в зависимости сразу буду, навсегда. Это хуёво. И зависимость от джета лечит только антиджет. Больше ничего. Ни один доктор не вылечит. А вот от других наркотиков зависимость она сама проходит со временем. Там от антирадина, от ментата, от бафаута. Автомат надо было! Блин, какой я болван! Хотя нет, они так... Все вместе напарников могу автоматом задеть. Вот и слабо. А, шкурки? Шкурки соберу. Все такое. А, еще один живой. Фу. Вот что взял? Я думал всех перебил. Ну? Все? Нет, вот этот еще живой. Есть. Наконец-то. Перезаряжать все время надо. Не забываем. Ну и где наш мешок на Сулика? На. Вот и очень хорошо. Но он все равно ранен, да? Еще ранен. Ну, ранен, так ранен. Лечим тебя. Так. Вот. Вот. Ну, как хорошо. Три раза и доктором. Ну, доктор у нас почему-то хреново срабатывает. Ну, не почему-то, потому что низкий уровень доктора. Ладно. Что еще? А, подбираем шкуры. Сейчас мы их все в этом в кламоте спихнем. И посмотрим, почем шкуры. Просто интересно даже. Да блин, ну что? Блин. Они тяжелые еще. Но зато они каких-то денег... Хотя, зачем мне эти деньги? У меня же и так 200 тысяч. Ну, уже не 200. Уже не 200. Уже где-то 100... 170. Ну, тем не менее. Нет, вот автомат сейчас не надо. Вот сейчас как раз-таки выйдут какие-нибудь когти смерти. Там автомат бесполезен. Ну, давай. вообще уже с анклавом можно помахаться. Нет, когда Маркуса возьмем, да, анклав тоже бесконечно встречаются рядом с Наваррой. Они серьезные противники. О, когти смерти. Очень хорошо. Вот это, вот это соперники. Здесь, извините, только вот это все другое. Нафиг. Опа. Мало, мало. Да, 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 да. И вот Fallout 4, почему я сразу возненавидел эту игру? Не, она может по-своему и хорошая, я не знаю, просто мне она совсем никак не нравится. Но это не Fallout. Это фан-сервис или как это называют, по мотивам Fallout. Но это вообще не Fallout. Даже третий Fallout, как бы над ним не прикалывались фэны, все равно третий Fallout, он хороший, он Fallout. А четвертый это вообще не Fallout. Как так, в самом начале у тебя появляется силовая броня и коготь смерти, в самом начале игры. Ну, зачем это нужно было сделать? вот эти должны дать приличное количество. Ох, блин, хреново. Кэсседи, ну ты что стоишь? Блин, Кэсседи тоже Гаусс уже давно пора давать. Кстати, винтовка Гаусс еще в продаже ни разу не попадалась. Ни разу. Странно. Та винтовка Гаусса, которая у меня, она из... Ой, а еще и окружили. Это я украл барышни там Франциска в танкере. А в продаже пока Гаусса не было. Ну, пистолет Гаусс на то есть. Да, я думаю, в этих битвах Кэсседи уже надо давать Гаусс. Ой-ой-ой. Сулика вообще бьют. Лишь бы он не умер. Опять перезасейвится неохота. Что, Сулик мертв, что ли, не может быть? Перед вами Сулик. Я пока живу. Сулик, у тебя стимпаки есть. Давай, ничего не знаю. Сулик, лечись. Ну, болван. Надо им поставить это лечение при легком ранении, а не при тяжелом. А то они дураки такие. Лечится уже когда совсем край. Блядь. Вот это противники. Вот это видите как но зато жирный. Тысячи три-четыре точно, да может и пять. Нет, ну не пять, но три тысячи точно мы получим здесь. Сейчас посмотрим. самые сильные противники это Когти Смерти. Вот они очень сильные. Даже вот эти мелкие малыши. И конечно Анклав. Анклав очень сильный, потому что они все в броне и плюс еще они все стреляют оружием. Эти это хоть ладно, от этих хоть отбежать то можно. Анклав же на дистанции стреляют. И стреляют лихо. А если еще и с гауссами попадают санклав это все это там чтоб с ними махаться как минимум у каждого по 200 очков жизни должно быть. Серьезно. О блин. Опа. Зараза. Ну как помяли хорошо у нас. Причем Сулик сам порошками не лечится. У него в инвентаре лежат он ими не лечится. Только стимуляторы. крепкий какой блин. Смотри 8-7 я его врезал. Ну Сулик молодец конечно. Он дает. Молот очень мощное оружие. Я сам бы поработаю. В принципе у меня эти прокачаны. молот относится к холодному. По-моему холодное надо сейчас посмотреть сколько у меня холодного оружия. О наконец критически. Малыш когти смерти. Хороши малыши. Ну добил? Есть. Так. 4 750 вот это я понимаю. Сколько нам до следующего? 205 200 и 5000 осталось. Еще одно. Вот встретим и знаешь что дружище мало то что мы тебя подлечим с лечью. Тебя хорошо покоцали. Ага мы стали так доктором и чё тебе надо давай вот ты сам не лечишься тогда придется вот так тебе кстати тебе стимпаков дадим сколько их там подожди да подожди 10 давай чтобы нормально ты себя чувствовал вот тебе еще 20 дадим чтобы и касседи надо бросить тоже да да касседи касседи ой касседи всего да на тебе тоже стимпаков 20 чтобы я себя чувствовал спокойно чтобы мало ли что Маркусу вообще 50 надо и Маркусу вот эти крупные стимпаки сам я ими пользоваться не собираюсь они наоборот отнимают еще эти здоровья то есть принимаешь стимпак он где-то повышает допустим на 30 здоровья ну не знаю опять убавляет потом не сразу через пару секунд они вредные так ранен до сих пор вот на ешь порошок ну порошки мало дают о без повреждений пес у нас как цел ранен давай пса тоже порошком интересно на него действует порошок ранен пофигу по-моему на него порошок не действует без а действует без повреждений ну вот куда-то их надо девать они сколько накопилось уже дофига ну все и сейчас я думаю о себя то я не вылечил о себе и позабыл о доктором попробую пофигу ну еще раз пофигу кстати что у нас с очками 75 прибережем прибережем еще раз не облучен ничего ну ладно одним стимпаком врежется вмажется достаточно аптечка уже не работает потому что три раза только можно использовать за сутки ладно чуть-чуть все естественно нормально пошли ох ну очень хорошо ну нет это не 5000 ну 3000 заработаем точно все не экономим не экономим потому что снайперка это долгом будем а вот гауссом гораздо быстрее сколько ну так ничего 33 ну критические бы не помешали конечно в принципе на морепозу уже можно сейчас пойти но если честно эти мутанты не так уж много дадут очков я все-таки это на десерт оставляю зато базу обобрать обобрать там полно всего но полно не полно в принципе если честно сейчас мне уже ничего не надо все что мне нужно это я могу купить в Сан-Франциско мне нужны три позиции даже две это гаусс и топливо все все остальные патроны уже в избытке ну вот эти 223 которые для винтовки для позора уже у меня 5000 их я их всегда могу еще докупать докупать это без проблем поэтому по сути вот теперь уже можно готовиться к этому не к Анклаву а ради чего я играю в дыг гепа охранный агентство окружающей среды все подумают ну давай давай в следующем уровне перк этот харизму эпса бьют так на себя внимание переносим ой а чувствую я себя плохо между прочим 54 жизни у меня это плохо да надо брать Маркуса и уже с Маркусом здесь гулять и Кэссиди уже Гаус давать кстати Гаус можно купить только в Сан-Франциско а украсть можно в НКР но без боя не получится придется со всем городом ссориться зачем не надо будем ждать когда выпадет в этом Сан-Франциско в красных пистолетах только там Гаус выпадает у этих никак не своруешь Гаус да у них не своруешь потому что не в инвентаре они лежат в НКР у полицейских так вот это нет шутки кончились ребят я извиняюсь это надо заправиться это я неосмотрительно сейчас блин два укуса и все и они снесут нахрен с копыт поэтому надо застимуляториться вот антиджет вот сейчас был антиджет был бы вообще был очки опыта прибавил бы и меткость и все было бы просто супер хватит хватит на выстрел нет да хватит вот так вот а ты кесседи давай достреляй ай ты молодец а вот невада фоллаут невада я говорю я уже это это да как бы вообще-то я неваду отношу к каноническому фоллауту но там особо бои не повоюешь почему все равно практически до конца игры очень трудно прокачать героя очень трудно патроны дефицит с патронами он остается до самого конца игры и броня только в конце появляется когда она извините нахрен нужна уже по сути ну как не нужна нужна ну в самом конце броня ну чё это это конечно недостаток я считаю к сожалению так все готовы все 3400 ну хорошо еще чуть щепоточку нам осталось 208 да еще 2000 очков нам надо и будет замечательно сулик тебя побили тебя побили что такое подождите да еще не сутки ну да или сутки не могу лечить не могу пса надо подлечить пса подлечим стимулятор надо взять этот о без повреждений все пулика давай подлечим тоже чуть-чуть без повреждений новую и славу ну и все еще одна встреча и едем за маркусом блин что я делаю туда-сюда одно и то же да гаусс расходуется постепенно ну-ка мы облучены да облучены облучены когда они сильно кусают прям впритык то мы получаем облучение ну проблем нет у нас все хорошо тотем ну давай 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 ото хорошо стадо кентавров отлично отлично а этих нет на этих гаусс можно ну хотя нет сейчас подумаю этой винтовочкой кстати автомат ох ну на вы видели да как хорошо с одного с прямо на них огнестрельное оружие нет не на кентавров на кентавров все действует а вот на летунов какие-то виды огнестрельного оружия плохо на них действует на летунов лучше всего хорошо работает огнемет крис авелон писал в этом в библии у них внутри газ воспламеняющийся поэтому огнеметы их великолепно берут но гаусс честно гаусс берет всех хорошо вообще просто самое офигенное оружие между прочим в фоллаут нью вегасе гаусс тоже достаточно сильное ружье красиво выглядит такая здоровая бандура но как-то вот я не знаю может у меня как-то прокачано хотя нет у меня вегасе там все уже прокачано супер мне друзья говорят неоднократно давай раз ты такой поклонник именно классик фола ну пройди вегас на ой меня окружили я двинусь не могу пройди вегас на запись ой вегас она такая большая игра очень большая что это у меня на 300 серий наверное будет потому что если проходить вегас надо проходить все 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 просто все не так вот по основному квестуете я просто все ну ну а еще есть же этот электрическая винтовка электровинтовка что ли я не помню как называется ее всего две штуки в игре у нее такой футуристичный ретро-футуристичный дизайн серебряная винтовка красивая лазерная но она классно этих относится лазер она вообще так выносит визуализированная смерть у противников она сжигает в этот в черный в сажу в пепел ну да в глаза да что же вы окружили кэссиди что-то редко стреляет так надо чтобы у него уровень у кэссиди вырос он почему-то этот у него очков действия мало он всего один выстрел делает насколько я помню сколько фаллаут второй играл кэссиди по два выстрела всегда делал а сейчас видите по одному и маркуса тоже надо брать потому что чтобы у него тоже уровень рос но но ну еще конечно отличный достойный нпс это скайнет робот меткий снайпер машина же он выносит если ему гаус дать это вообще мощь он снайпер ну кэссиди тоже шикарный снайпер кэссиди тоже если дать гаус это вообще супер ну ну наконец всех помяли хорошо вот так ура перк все берем дел не вижу где харизма ой ё-моё вот интеллект восприятие привлекательность это все мы добавим сейчас нам Маркус случаем так 8 круто значит Маркуса возьмем 8 7 так очки надо уже тратить во что добавили окей ездил да хорошо ну и я я пытался пытался на самом деле на самом деле филигранная работа очень трудно в каждого попасть на себя переключить внимание и его спасти это все насмарку много лет прошло только недавно я узнал перечитав Авелона Библию хотя Авелону сколько я перечитывал Библию ее можно бесконечно а то она и Библия действительно Библия священная книга не надо его спасать потому что если его спасти этих перебить всех карма минус там сколько то не помню он гандон он свинья в общем вот этот персонаж придуман разработчиками Fallout когда Fallout 2 игру только делали она еще была в разработке только демо-версию выкладывали в интернет она еще не была закончена был какой-то форум обсуждения фоллаутский ну где они собирали статистику сами разработчики там был какой-то очень вредный чувак парень который все хайло материл и они в честь него придумали вот этого персонажа которого здесь все бьют убивают можно сказать поэтому им мешать не надо пусть они его убьют сам я не буду его убивать но и помогать тоже не пусть убьют но придется ждать и ждать долго для него очков жизни очень много кстати да очень близко подходить не стоит потому что если сейчас мешаться то они могут попасть по нашим а тогда наши начнут бой с ними все не надо его спасать пусть стреляют блин у них у всех эти 10 миллиметровые пистолеты а у него очков жизни прилично убили очень хорошо он пустой скорее всего а блин класс вот тут ящик у нас кстати я болван случайные встречи случайные встречи надо с тобой держать водяной чип почему потому что в случайных встречах вот лишь бы сейчас не накаркать а я не посмотрел это кто такие баффи да да вот того звали баффи а вот эти не шуточки у них электропилы сука блять блять черт вот эти могут хорошо поочикать вот 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 чего я говорю блять вот блин Зато сейчас обчистили их. Нет, сейчас нам живым надо выбраться. Потому что они режут очень даже прилично. Очень прилично. И электрокулаки у них. Да, да, да. Ой, как бьют они. Ой-ой-ой, они выносят. Чёрт. Солидно выносят. Ой-ой-ой. О-хо-хо. Ну вот, Сулик молодец. Он их отталкивает на дистанции. Зараза. Отходим от... Не отходим. Ой-ой-ой. 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 Ай-яй-яй. Сука. Так, надо это... Присоединяйся к нам. Вот и не шутка. Они не дают много очков опыта, но зато они, благодаря своим вот этим электропилам и, господи, электрокулакам, они дают прикурить хорошо. И могут, кстати, покалечить ногу там, глаз, руку искалечить. А лечить это только доктором. Давай, по полной уже зарядимся, да? Знаешь, что, я автомат возьму нафиг. Очередью... Нет, ладно. Вот, вот, вот. Черт, мне не хватает очков опыта. Ой, опыта, очков действия. Зараза! Ага. Да. Смотри, крепкие. Блин, нормально. У меня сейчас очков здоровья тысяча... Ой, фу, тысяча. Сто тридцать три. Хреново. Надо, чтобы было двести хотя бы. До двухсот надо, конечно, быстрее дорасти. Э, чё я без прицела работаю? Всё, последнее осталось. Есть. Всех? Есть всех. Две восемьсот. Ну, нормально, нормально. Сейчас лечиться будем, друзья. Ой, лечиться будем. Ой, лечиться будем. Давай и фруктом, и... сулик. сулик. Давай свои порошки. Сколько у тебя их там осталось? Всё сейчас пойдёт в дело. У птички. Вот, 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 вот. Угу. Угу. Я подлечился бы. Без повреждений. Пёс. Без повреждений. Кэссиди. Тяжело ранить. Опа. На тебе съешь фрукт. Фигня это, конечно. Ну, тем не менее. Как меня потрепали. Есть стимулятор. У тебя 30 стимуляторов. Тяжело ранее. Ага, всё. Всё иссякло. Это такая же аптечка. Ну, только чуть она полсовершенствовала. Что доктором, что аптечкой. Уж, господи, аптечкой. Что доктором, что первой помощи. Три раза можно лечить. Доктором получите. Попробуем. Не получается. Ну, что такое? Кстати, доктора. Вот сейчас мы попробуем. Очки опыта накопились. Мы же сейчас в этот. В Сан-Франциско поедем. Ой. Господи. В город-убежище. В Уольт-Сити. Так, не получается. Ладно, стимулятором тебя подлечу. Ранен до сих пор. Не пойдёт. Ну-ка. Ранен. Спасибо, трубка. Без... Ну, наконец-то. Обираем. Сразу разряжаем. Сейчас самому пилой тоже неплохо поработать. Значит, маршрут такой. Проедем через Кламат и Рейдинг. Сдадим барахло. Вот эти шкурки. Электропилы. Кулачок. Наджеты поменяем там. Ну, по возможности. Всё будет. Лишний раз в стимпаке. Ну вот, начинается. И чё тебе надо? Сулья, как стать? У тебя есть кулак? А у тебя нет кулака. Зато у тебя есть этот. Странно. А давайте один кулачок дадим. На, держи. Да и пилы давай все пока что понеси. Блин, вечно забываю. Скром здесь. Ого, 400. Куда так много? Пойдёт. Да. Так, вот тут двое или один? А, всё, всё. Всех обобрал. Пошли. Уходим. Уходим по одному. Давай. Ой, как без машины. Ой, ну что это? А. А, эти меж собой махаются. Мы сюда в бой не будем вступать. Пока что. Пусть дерутся. Хабологи их сейчас взрывчаткой будут гасить. А эти электропилами и кулаками. Пусть, пусть разбираются. Кто победит, посмотрим. А потом оберём. Кстати, я вот не знаю. Если я по хабологам здесь буду стрелять, у меня проблем не будет потом с хабологами в этом, когда я к ним приду. По-моему, нет. О, визуализация взрыва новая. Такого не было в поле. Так, хабологи побеждают. Да, нет. Косой. Ага. Хабологи побеждают все. Есть. Хабологи победили. Всё, мы их не трогаем тогда. Они нас не трогают. Мы их не трогаем. Хорошо. Поговорить можно? Пофигу. Возможно, он не знает. Ого. Ты смотри как. Ну, начинается. Начинается, блин. И чё тебе надо? Ой, вот это у кое-то путаю. Вот такое. Игломёт. А и даже разряжать не надо. Он мне, блин. Так продам всё. Чё у нас с весом? Блядь, опять вес до хера. Сейчас вот это всё продавать же надо. Ну, да что с обтебя, банда наёмников? Ну, давай. Блин. Сколько их? Ладно, уже с ними расправимся. У них тоже электропилы. Ну, вот. Блин. Ты же говорю, перезаряжать. Не забывай. Ох, блядь. И лазерки. А, это игломёт у него. Звук игломёта. Блин. Игломёт, кстати, хорошая вещь. У меня я рассказывал друг в предыдущих прохождениях и не раз говорил. У меня друг практически весь фоллаут только с одним угломётом прошёл и анклав вынес. Причём он даже силовую броню не одевал. В какой-то очень простой броне. Ну, может, не кожаной, но в металлической. А может, и в кожаной. Ну, мой друг, он джетом много пользовался. Э-э-э-э, за карту! Блин! Сулик хорош! Ещё. Не надо за карту. Нам его же обыскать надо. Ну всё, блин. Сулик дурак. Теперь мы его не обыщем. Молниолог... Ну, хер с ним, у него игломёт. А мы ничего не поднимем. Правильно? Правильно, блядь. Твою мать. И чё тебе надо? Ааааа! Да. Не, пила – это классная вещь. Очень даже классная. Пила относится к классу холодного оружия, кажется. Да? Или без оружия? Нет-нет, к холодному. Да? Чё здесь? Есть чё-нибудь? Кто его знает? Всё-всё-всё, уходим. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ну, хватит! Да сколько можно? Хабологи. Не надо, не надо. Хабологи. С ними драться не надо. Нет. Не надо. Что ж вы? Сейв. На следующий. Так, опять я перегружен. Ну, не перегружен. В общем, дофига. Чё делать? Чё делать? Чё делать? Чё делать? Чё делать? Знаю, чё делать. Что ещё? Мы это продавать же будем. Поэтому пусть у Кэссад лежит. Чё вы ещё сбросите? На одну штучку. На, это тоже шкура пока пусть у тебя. А вот шкура, они дофига весят. Блядь, и этот переполнен. Да чтоб тебя. В багажнике, нибудь, места ни хера нет, я так думаю. Блядь. Засранцы бы надо. Ну, правильно, вот этих дохера. 240. Плохо так. Ну, тогда ты... Давай, у тебя поместится. У тебя она тоже, наверное, не поместится. Ну-ка, да, зараза. Блин. Вот жадность, жадность. О-о-о-о, сейчас переиграем. 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 Вот так сделаем. Вот так. Нормально. Сколько вес? Ну вот, уже как ощутимо. Шкурки по 8 фунтов, они же дорогие. Угу. Вот. Докуп... Обязательно. Ну, чё топлива нет? Ну, что же за этим? Блядь, сейчас не поместится ещё. Нет. Эти-то не весят ничего. О, наркоты сколько? Денег до хера, наркоты до хера, наркота, валюта. Уже ей можно обмениваться в полный рост. Лишь бы поднял. 26. Ну вот, увидите, деньги уходят как... О, хорошо поднял. Гаусс, 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 пожалуйста, гаусс. Кстати, книжек вообще не было. На этот раз. Итого. Этот, этот, не сюда. Уже, блядь, у тебя подожди. Ух ты. Вот так. Блин. Надо тратить эти. Автомат. Ну-у-у-у. Гаусса нет, топлива есть зато. Хорошо. Давай, куп... А, у меня есть уже один. А, мы его так хитро делаем, смотрите. Видите, я автомат купил, он его опять... Вот. А вот если сейчас гаусс я взял, покупаю, в следующий раз у него гаусс появится. Вот так. Ну, патроны гаусс я имею в виду. Всё, больше ничего не было. Бозор. Почему винтовка гаусса не появляется, а? Зараза. Правильно? Правильно. Правильно. Всё, скитываем. Ну вот, уже прилично. Уже, вот. Ого, 4200 и там полторы. То есть, пять. Уже 6000 у меня патронов этих. 233-х. 223-х. Вот это я понимаю. Ну, и ещё немножко докторских причиндалов. Всё это нужно. Я понимаю, это всё рутинно. Но, что делать? Это нужно, нужно, нужно. Это нужно. Всё, не буду я у него деньги воровать. На это время сейчас тратить. Чёрт с ним. Так. Угу. Так. Угу. Шкурки. Взял. Взял. Что-то ещё отсюда мы можем. Ой, блин, патронов до хера, блядь. Немножко сбросим. Нормально. Вот. Вот это мы продадим. Вот это мы продадим. Поместилось, слава богу. Всё, больше ничего здесь не было. Да. 1003 и там. Короче, 6000 уже у нас этих патронов 223 есть. Хорошо. Всё. Машинка как поживает наша. 54 пойдёт. Значит так. Едем через Кламат. Рейдинг не надо. Это Кламат Дэн. Там сбрасываем барахло. И в город-убежище. В город-убежище Егека и там остаток барахла сбрасываем. По дороге кого-нибудь да встретим. По дороге кого-нибудь да встретим. Поэтому на всякий случай сейчас мы проедем по пустоши через... Перезаряжаться не забываем. Сохраняться не забываем. Блин, пока я болтал, мне сигареты стлело. Твою мать. Эй, ладно. Ну, поехали. В город-убежище, потому что джет. А потом едем к Маркусу. Куда? Нет, не Рэд. В Дэн. Поехали. Опа. Ура! Ура да не ура. Это просто смешная локация. С ними драться не надо. Это паладины из Монти Пайтона. Точнее, это паладины братства Стали. Но здесь они... Это повзаимственно из Монти Пайтона. Рыцари Святого Грааля, Святой Гранаты. Надо поговорить с ними. Приветствую вас, спутники. Я Артур, сын Утера Пендрагона из Братства Стали. Мы отправились на поиски священной ручной гранаты Антиоха. Не видели ли вы ее в своих странствиях? Священную кого? Священная ручная граната Антиоха. Как? Да ведь это же величайшее в своем роде ручное противопехотное оружие своего класса. Я надеюсь, эта локация нам тоже попадется? Где эта граната будет? Она будет, будет. Братства Стали пытается разыскать свое самое разрушительное оружие. Она, короче, эта граната дает что-то 300, что ли, разрушение бьет. Ну, отнимает очков жизни 300 примерно, если не 500. Там будет крыса охранять или собака, или крыса, у которой столько же очков в жизни. Не опыта, а очков в жизни. Могу задать священную. Ладно, зачем? Тра-ля-ля, ха-ха-ха, все. Блин, надо было их обыскать. Гек, гек. Да, они показывают в разные стороны. Стоп. Черт, не, уже не обыщешь их. Интересно, сохранится эта локация на карте? Ну, это так, чисто для впечатления у меня не сохранилось. Толпа пришельцев. Это хорошо. Это завсегда. Очки опыта никогда не помешают. Нет, давай мы вот так вот сделаем. Надо на себя отвлекать внимание, поэтому по самому дальнему. Нет, не по самому. Ну, в общем. Потому что сейчас сулик побежит в бой, и они на него полезут, естественно. Эти хоть хорошо медленно ходят. Но вот это самые выгодные противники. Знаете почему? Они дают много очков опыта. На них можно заработать. Это здорово. Ходят они медленно. Бьют они сильно, но в принципе, если маневрировать, то даже если не в сильной броне, от них более-менее можно вернуться. А вот когти смерти, это не шутки. Они и ходят быстро, и бьют столидно. Так, я сейчас как бы не накаркал. Выгодные. Сулику вон уже выносят. Ой-ой-ой. На себя, внимание. Как бы джет помог сейчас. Ай, блин. Ну, закинуть я просто в зависимости буду. Это не нужно. Очень жалко, что антиджет здесь. А он так выручает. Джет, задвинешься, две... Три этих. И все, и очков в действии уже где-то 12-13. У тебя уже на три выстрела хватает. Кэссиди вообще спокойный, непреклонный, как памятник стоит. Незыблемый. Невозмутимый. С одной точки. Ну, правильно, он снайпер. Маркус тоже особо не ходит. Ну, Маркус, если кастет дать, точнее, электрокулак, он, да, он будет подходить и угощать в глубин. Так, спасаем Сулика от этих. Так. Пес. Вот, хорошо. Ух ты. Ого, ого. Видели, как... Ну, Сулич, ё-о. Так, последнюю на себя отвлекаем. Ага. И ноги даем. Вот сюда. Особо... А, ну, это уже бесполезно, уже Сулик его. Что ж ты, какой неугомонный. Ага. Что я мучаюсь, а вообще, я не знаю. Вот тут и всё. Нет, ещё не всё, ну. Что я автомат не трачу. Что я автомат не трачу? Ну, Гаус, конечно. Как никогда. Ай, уже руки чешутся. Бозор достать. Ну, Бозор ещё прокачать надо. И Бозор тоже, если прокачивать, до 150 хорошо бы. Ну, тяжёлое оружие. Я не пользуюсь тяжёлым оружием в Фэллауте. То есть... Это и, господи, как он называется? Фауст Патрон. Ну, это Гаубец. Не Гаубец, как он? Ну, вы поняли. Ну, ракетница. Огнемёт. Лазеркой, да, только... А, не, лазерка, это лазерка. Это лазеркое оружие. Из тяжёлого... А, пулемёт. Вот только Гаубец. Ой, Бозор. Блин, уже запуталось. Всё. Всё. 3 400. Хорошо. А где докторский чемоданчик? А, всё равно он нихера не работает. Есть. Полечили, полечили. Хорошо, мы полечили. 47. Нормально. Поехали. Ай, не посмотрел облучение. Пса потом возьмём. Давай сразу в кламат. Нет, нету облучения. Хорошо. Шкурки со мной? Шкурки со мной. Вот сейчас посмотрим, по чём шкурки. Сразу в бар. А, братья Дантаны. Мы с... Я вас ещё прибью. Будет время. Прибью. Сволочи такие. Привет. Всем выпивку в этом баре. Ну-ка. И сколько он за шкурку даёт? Как? Не может быть. Почему? Они же, считай, самые крутые. Странно. За золотых геков он даёт где-то 120. А за эти 5. Повесить тяжело. Всё будем знать. Больше не будем их подбирать. Фу, Флойд. Вот террас. Вот террас. Будем знать. Всё, да? Две тысячи. Вот этот пистолет сколько стоит? Офу. Чё тебе ещё дать-то? Блядь. Как назло. Огнемёт сколько будет стоить? Три. А так. Две. Две сто. Ой, ни туда, ни сюда. Мы вот так вот обхитрим. Ну-ка. Во. Две-две. Всё равно не хватает. Там нет патронов. Блядь. Но. Вот так вот пусть будет хорошо. Хорошо. Давай всем выпивку в этом баре. Отлично. Пошли. Дантаны. Не попадайтесь под... А где пёс? Почему... А вон бежит, бежит пёс. Весёлый пёс. У тебя ничего особенного. Тысяча сто. На. Забирай. Блин. Всё. Фу. Блин. 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 Кэссиди несёт на себе слишком много. Понятно. Сейчас Кэссиди немножко освободи. Вот это весит. По-моему, не весит. Давай потратим это вообще к чёрту. На, лимонад. Вот тебе. Ох, проверю, ка я свою снарягу ещё раз. На. Выпей, Кэссиди. Выпей, выпей. Ты. Вот отлично. Кэссулек тоже выпей. 192, давай Кэссиди. Вот давай гранаты. Сейчас мы у тебя всё заберём. Пилу и лазерку. Есть. Всё, больше у Кэссиди лишнего нет. Бля, ну конечно. А всё, дробовиком он не пользуется. Он стреляет из снайперки. Естественно, снайперка же лучше. Этот штурмовую тоже он не использует. Ну ладно, пусть лежит. Ничего страшного. Пусть лежит. 105. Ну давай на этом же. Поехали в Дэн. Сколько вес? 144. Ничего тебе надо. Теперь у Сулика барахло заберём. Пять кулаков, да? Ох, сколько электропил. Все возьмём. Поместится? Боюсь, нет. Вот поместилось. Пять кулаков. Пять кулаков. Так, друзья разгружены. Очень хорошо. Я перегружен. Теперь всё это барахло надо слить. К Смайли. Топливо. Очень возможно, что топливо у него будет. Когда как. А в Неваде, мало того, что машина очень дорогая. Ну, блин. Как назло. Нету. В Неваде машина дорогая. 20 тысяч она стоит. Там деньги тяжело достаются. Очень тяжело. Обокрал мальчика. Чёрт с тобой. У меня денег полно. Так и топливо для машины. Ох, ох, как трудно достать. Всё, эти не покупаем патроны для десерта. Иголукэс и дико. Но это вот я по привычке всё равно беру. По привычке. Вот. Вот это нам очень даже. Очень. Но это немного будет. Две, да? Две, двести. Какая-то пила. Вот тебе напили. Три. Триста. Да пускай их. И к флику. Но встали как... Да что ж такое, а? Опять мальчик обокрал. Ох, ой. Вот. Хорошо. Жирненько. К дробовику тоже больше не берём патроны. Уже их чересчур много. Чересчур. Зачем я пиво беру? И так его дофига у меня. По привычке уже. Не знаю. Хотя я ворую очень редко. Только в одном месте. У доктора. И то в этом. Уже сейчас нет нужды. Охо. А, гранату быть отдать. Держи. Две, пятьсот. Две, семьсот. Две, восемьсот. Вот самый раз. И оставшееся барахло. Уже в городе убежище. И в этом. В Гека. Ну что, можно сейчас освободить друга из Гека. Вот этого. Да я потом на десерта ставлю. Просто если его освободить, у меня в Гека скидки будут. Хотя какие мне скидки? У меня денег до хера. Предметов навалом. Я богат. Просто супер богат. Уже всё. Уже даже неинтересно играть. Уже всё есть. Всё, всё есть. Давай сперва в Гека. А потом в убежище. Лишь бы машина не заглуп. А вот и граната священная. Короче, вот этой крысы... Знаете чё? Я здесь отдельно сейв. А сейчас сейв не сделаешь. Прибой. Да. У этой крысы, у неё очков здоровья очень-очень много. Это братство стали. С ними конфликтовать мы не собираемся. Пусть они её бьют. Чё, убили что ли? Не может быть. Да. Странно. Вообще-то у этой крысы очков здоровья слишком до хера. И когда мы в пещере возьмём гранату... Нельзя, да, поговорить? Вот она, священная граната. Буай, блин. Ё. А, так сейчас мы когда выйдем, эти попросят нам её отдать. А мы скажем ши и швам, и с ними придётся драться, по-моему. А почему я без оружия? Вот это чё-то неосмотрительно очень с моей стороны. Сохранится что ли? Давайте на всякий вот просто прикол сохранится. На следующий. Да, они скажут, отдай нам гранату. А я скажу, хрен вам. Интересно, карму я потеряю, если с ним будет драться? Ну-ка, смотри. Если бы был на 20... Нет. Странно. Чё-то не то. Тут такая тема, что крыса должна перебить вот этих всех паладинов, раз вы встали, потому что она очень сильная. И её просто так, ну, её очень долго надо стрелять. А граната как раз таки и тратится на неё. Заходим, берём гранату и убиваем крысу гранатой. Потому что у неё там 300 очков в жизни, что ли, или 500, что-то такое. Чё-то здесь не то. Может... Не знаю, не знаю. Ну ладно, неважно. Сколько она весит? Два фунта. Священная реликвия божественной силы. Ну, её в багажник, короче. На память. Просто как этот артефакт. Как это? Аксессуар. Пещера... А, смотри, сохранилась на карте. Сразу свалка, да. Ну, вот и... Ну, хоть чуть-чуть. Ну, и не чуть-чуть. Нормально. Три, да? Вот и лазерный пистолет возьму. Две. Ещё пила. Три, шестьсот. Вот хорошо. Очень неплохо. Больше здесь нечем торговать. Не с кем, точнее. А, в город-убежище с суликом пустят или нет? Сейчас проверим, кстати. Знаете, на всякий случай оружие уберём. Последний барахот. Опять я вспомнил. Как Яну встретить, чтобы здесь Ян по-появился? Блин. С кем надо поговорить? Что-то как-то... Выпивка уже девать. Лопата у нас есть. Она нам и не нужна. Знаете, на всякий случай возьму. Кто его... Может, я не помню, есть багажники. Вроде есть. Но на всякий случай не повредит. Мало ли что. Лопата нужна будет... Нет, могила я не буду раскапывать. Потому что... Могила... Могила-копальщик. Мне не надо этот. Ой, блин. Как плохо. Ну, куда? Пилу лучше дать. Пила почём. 900. А, граната. 1200. Никуда, ни сюда. 1500. А, вот нормально. О, ещё до хера барахла. Да, зато книжки, книжки, книжки мы можем купить. Если они будут сейчас. Спим до утра. Потому что там... Этот магазин ночью не работает. Ну, давай здесь же. Эта пещера открыта же. Уже у нас на карте. Гранаты есть. Всё. Добро пожаловать к Жданину. Ну, я надеюсь, пустят. Да, смотри, пусть пустили. С Маркусом не пускают. Хотя, по-моему, я с Маркусом тоже заходил. Вот я не помню. Книжки, давай, дружище. Электроника Дина там. Всё такое. Ну, наркотики, да, это нужно. Ещё как. О, это что у нас? Во, большая научка. Научка очень даже нам пойдёт. Ну, хорошо. Слава богу, у меня есть товары. Теперь сейчас, боюсь, не хватит, наоборот. 11, да? Не хватает. Огнемёт я продал, что ли? А, кулаки ещё есть. Кулаки. 14, не жирный это тебе будет. Ну, ни туда, ни сюда. 12, 11. Эй, пофигу. Пусть. 11, 900. 11, до 2. 11, 600. 11, 300. 11, 2. Туда, ни сюда. Сараза. На, подавись. Так, 3 гранаты, один кулак остался. Есть. Всё, уходим. А, уходим. К доктору? Зачем? Сюда же я ехал. Насчёт антирады спросить. Знаете, чё? Вот, чё я сделаю. Я сохраню здесь. И попробую вот, что я сделаю. Доктора прокачать. Ну, давай, 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 иди сюда. Быстрей, быстрей, быстрей. 106. Проверяем. Антирад готов? Вот, у меня хорошие новости. Мне удалось приготовить противоядие из того образца винта, который вы мне принесли. Противоядие избавляет человека от ломки, а также устраняет эйфорию от приёма наркотика. Отлично. А можно мне немного противоядия? Я могу взять с себя, бразец? Думаю, это поможет жителям Рейдинга. Конечно, вот, возьмите. Отнесите это моему коллеге, доктору Джонсону, в Рейдинге. Он позаботится о том, чтобы противоядие попало к тем, кто в нём нуждается. Отлично. Я буду беречь, как зеницу ока. А поторговаться можно с ним? Не, он, по-моему, не торгует. А, сволочь. Вот! Вот, смотрите. Во-первых, сейчас зачитываем это всё. Чёрт. Откуда у меня эти патроны? Вот откуда они? А, это он мне дал. Да, это доктор мне сейчас дал эти патроны. Значит, ещё раз сохраняюсь. Сохраняюсь. Да, смотрите. Ай, надо было до этого. Чёрт. Ладно. В общем, этот компьютер медицинский, если я сейчас доктора повышу, сколько у меня доктор? Наука 85. Уже хорошо. Но надо доктора, именно докторский. Вот просто это я попробую. Ну, допустим, до... Ну, сколько? Вот, давать до 60. Да? Ну, ладно, до 70. К примеру. Вы вошли в медицинскую базу данных города и убежища. С интерфейсом разобраться нелегко, но похоже, что сама база данных разбита на несколько архивов. Местоположение убежищ. Вы не находите в базе данных, неизвестно, не методов лечения. А, здесь только медицинская информация. Поискать в архивах, это, ведемские и тогда, любые. Поискать интересные. Вы просматриваете базу данных, но медицинская тема слишком сложна. Хорошо. Слишком сложна. Давай 80. Вы просматриваете базу данных и находите в архивах интересную информацию. Текущие исследования, проводящиеся в городе убежище, достойны изумлений, а его медицинские технологии выше всяких похвал. 500 опыта зато я получил, да. Вы потратили час на изучение архива. Натыкайся о серии древних архивов с чертежами каких-то бронеимплантов изучить. Все, ясно. Да, не надо. Ну, 500 опыта, ну и что? Нет, я очки опыта не буду тратить на доктора. Подумаю потом. Сейчас. Что мне надо будет? Наука 85. Это хорошо. Короче, ремонт и науку я повышаю книжками. Еще пару книжек почитать уже будет классно. Короче, эти очки опыта я, скорее всего, вбухаю в тяжеляк, чтобы базаром работать. Ну, сейчас пока в этом нет такой необходимости. Слушайте, я уже на полтора часа, наверное, наиграл. Давайте вот что сделаем. Сейчас выйдем отсюда. Здесь я все обследовал. Анти-джет я взял. Ну, очень хорошо. Ну, теперь смысл есть заехать в рейдинг. В рейдинг заехать. И излечить шахтеров от зависимости джета. Это и карма, и очки опыта. Очков опыта, может, уже не так уж и много, но все-таки... Надо вспомнить, напрячь память, как здесь Ян появляется. Что же это такое, а? Кстати, машину надо будет подзарядить, но не сейчас. Так, друзья, выходите, дорогие мои. Все, ребят, я на полтора часа наиграл. До встречи в следующей серии. Дофига. Надо поесть. Вот это уже башка кружится. Гудбай всем. С вами был Вальф Рам.